Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пишу то ли от отчаяния, то ли от того, что не у кого спросить совета. Я встретил мужчину старшиной 16 лет. В начале нашего знакомства я узнала, что у него есть ребенок. На момент нашего знакомства он не был разведен, но не жил с женой около трех лет. С самого начала нашего знакомства он не сказал, что разведется с женой. Так оно и случилось. Он развелся очень быстро, но все эти процессы, наверное, бодрепали нервы, так как бывшая жена неоднократно звонила и орала по любому поводу. Развод свершился, дальше начался полный абсурд. Именем его бывший меня называет Сироса на кипятый день. С ребенком я в отличных отношениях играю, с ней кормлю, но когда настает время отвезти ребенка к его маме, бывшая жена всячески пытается меня задеть, специально закрывая двери подъезда перед носом моего жениха, чтобы он поднимался к ней. Но она уже закрывает перед носом вашего жениха дверь. Неясно. Манипулирует ребенком, написав ему маме, что тот должен срочно куда-то ехать сегодня в разговоре с мамой. Он назвал меня именем бывший, назвал наш план на завтра. Откуда вы знаете про его разговоры с мамой? Я не могу в себе удержать злость и устраиваю скандал. Не понимаю, стоит ли мне с этим мириться или нет. У самой нет ребенка, но я прикладываю все усилия, чтобы дать должный уход и заботу его ребенку. Вот это ребенок моего любимого мужчины. У меня складывается непонятное ощущение, что мне бы хотелось, чтобы против у мужа не было, чтобы я была одной единственной, и не участвовал в этой семейной разборке с бывшей женой. У самой нет ребенка, с бывшим никаких проблем нет. Прошло не тягутить, помогите, пожалуйста, я схожу с ума. Ну, по поводу того, сходите ли вы с ума или нет, я боюсь. Мы не подскажем психологи немножко. Немножко другими вынимают вещами. Вот, не вот такими. Да, ситуация, безусловно, неприятная. Неприятная. Это правда. Для вас это испытание. Это тоже правда. Что для вас это испытание, серьезное испытание, что тяжело вам. Это правда. Это верно. Должны ли вы с этим мириться? На этот вот вопрос, я думаю, ответ можете дать вы сами. Только. Вот, только вы сами. На мой взгляд, принимая мужчину, то есть, вот, если вы любите, любите своего, ну, своего мужчину, да, вот, то, наверное, я, наверное, принимаю своего мужчину, вам, наверное, нужно принимать и все особенности, которые у него есть, потому что это все тоже ваш мужчина. С другой стороны, если вы чувствуете, что не можете принять какие-то вещи, что также, на мой взгляд, является абсолютно нормальным, то мириться с этим идея далеко не лучше. Потому что, ничего хорошего, и если вы будете мириться с тем, что вам не нравится, нет, и быть не может. Ничего хорошего. Ну вот. Поэтому, на мой взгляд, эту ситуацию решать вам, и только вам. Другой вопрос, что можно рассмотреть, можно рассмотреть, то, как конкретно на вас влияет эта история. Вот как она на вас конкретно влияет. что конкретно она, например, с вами делает. Эта история. Но вот есть женщина, его бывшая жена, которая не может принять и отпустить, отпустить то, что ее, ее муж теперь не снять. вот, он с вами. А ваш мужчина сделал выбор, ваш пульс. То есть, он выбрал быть с вами. У меня есть такое чувство, есть такое, такой, такой, такой образ, что вы не уверены в себе. Может быть даже, может быть даже, вычувствовать вину перед, ну вот, перед его женой. Вот. Бывшей. Но в целом это, но в целом это не уверенность в себя. на мой взгляд. Вот это проблема. То есть, вы сомневаетесь здесь, как будто бы, в собственной ценности. Почему и как? Вопрос, на который нужно. Ответ. Как так вышло? Как так получилось? Что вы сомневаетесь в своей ценности? И чего вы боитесь? В ситуации, когда бывшая жена не принимает условно говоря, вас, чего вы боитесь? это очень важно. Очень важно, чтобы вы постарались найти ответ на этот вопрос. Это необходимо, жизненно, я бы сказал, необходимо для вас. конечно, если вы хотите проблему решить. Вот. То есть, то, что вас называют именем, именем бывшей жены, безусловно, неприятный. Можете ли вы это изменить? Да, можете изменить. Расставив личные границы с своим денихом. Вот. Как вы его называете? Вот. И четко узнаем, кто шим рицеры не собирается. Предварительно. Предварительно. А определить, с чем связано то, что вас это вызывало. Вот. Понимаете, да? Какая штука. то, если вас это вызывает в силу каких-то ваших сложностей, вот, в силу каких-то проблем, в силу ваших проблем, конфликтов ваших, противоречий, ваших ваших и так далее. Это можно и нужно решать. С этим можно и нужно работать. другое дело, если речь идет о ценностях ваших. Это уже совсем другой вопрос. Но чтобы это понять, чтобы понять, о чем, о чем идет речь, понять и увидеть, о чем вы говорите, нужно сначала, конечно, к тебе разобраться. не торопиться с выводом, например. А что, что делается вы, на мой взгляд, именно так и выглядит. вот, то есть, с одной стороны, это не веро на себе, вот, и какие-то страхи, с другой стороны, это, ну, естественно, естественно, отсутствие естественных личных границ, то есть, позволения и позволения окружающим людям нам несколько пренебрегать. Вот. Что еще важно за то, что вы находите из треугольника Карпмана, в данном случае, ну, и опять же, поискредит вам его, после, после чего, значит, необходимо работать над собой по выходу из этого треугольника. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать работу над собой. Желаю вам всего самого хорошего.